Девушки отдыхают 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 Да это потому что я не хочу идти к стоматологу. У тебя боязнь? Нет, я боюсь просто отдать все свои деньги. Я тебя понимаю. Варя Чада. Да, это девчонка из Чада из Адданс, которая была. А, которая приезжала, получается. Да, которая приезжала, да. Ребят, даже без смайликов представляете? Я даже не знаю, почему так. Я какая-то видела слишком серьезная. Машка Лилп. Машка Лилпи. Так, Марьянка Сердечко. Кто это? У тебя, кстати, по-моему, это единственная Марьяна. Ну вот, да, Марьяна, это Марьяна Локи. Марьяна Локи? Да. Давай, мы ей позвоним. Давай. Если она в школе, то я просто... Наушники в студию. Ой-ой-ой. Что, я надеваю? Да. Марьян, привет. Это Саша, я ведущая краш-теста. И сейчас Стеша у нас в гостях. И ты должна помочь ей выполнить задание. Она тебе сейчас будет объяснять слово, но она не будет его напрямую называть. Ты должна угадать. Ты готова? Я нашел, да. А, ты нашел, Марьян, прости. Знаете, лучше перезвоню. Да, спасибо большое. Все, давай, пока. А, кому мы будем звонить? Маме? Маме? Давай маме. Давай. Мама точно не угадала. Мама, да? Да, давай мама. Капсом. Мама. Не получилось, не фортануло. И такое бывает. Смотрите подробности в телеграм-канале. Ли же попри. Алло. Ирина, здравствуйте. Я вам звоню, у нас сейчас задание. Стеша должна будет вам объяснить слово, не называя его напрямую. Мы прозвонили Марьяне, но она сейчас на другом шоу, поэтому мы решили позвонить вам. Вы готовы? Да, все, жду. Все, все, да, время пошло. Мама, это я, смотри. Короче, слово вообще жесть. Это какое-то, я могу объяснять, что это такое? Короче, это млекопитающее, похоже на выдру утконоса. Короче, это вообще не знаю, что это, но это очень смешное слово. Вот, третья буква алфавита начинается. В. В, она вот там, похоже, как слово ухо. А, понятно. Что это? Выхухоль. Да! Как? Спасибо вам большое. Хорошо, спасибо, а то я думала, что я буду слушать свою песню Киверпати, но ты меня спасла от этого. Спасибо. Я тебя поздравляю. Ты прошла это задание. Забирай, он мне больше не нужен. Хотя? А, хотя? Все. Я тебя поздравляю. Ура. Двигаемся дальше. Давай. Давай. Стеш, расскажи, пожалуйста, какой твой самый вирусный ролик? Самый вирусный ролик, смотря, конечно, в каких соцсетях, ну а так все знают мое видео, там, где я делаю пранк над мамой и где я в одну штанину запихнула. Просто там одежду, а другую, ну, нацепила на себя. И просто одну штанину поднимаю, и будто я там сажусь на шпагаты, выбираю какие-то фокусы. И мама такая, что, как ты это делаешь? А на самом деле это пранк. Сколько там было просмотров? Ой, ну вот в приложении лайки там уже почти миллион, по-моему, лайков, а просмотров там, по-моему, вообще за 6 миллионов, что-то такое. Точно не помню. А какой у тебя самый первый ролик залетел? Самый первый ролик залетел тоже с мамой, вот, где она меня заставляет якобы снимать видео, где я просто такая, иду, что-то ничего не подозреваю. И мама такая, быстро, иди снимать видео, ты занимаешься вообще какой-то вообще фигнёй, иди снимай, там, наводи марафет, там, накрасьте. Вот, и я такая, ребята, кто-нибудь может меня приютить, пожалуйста, я устала. Дам все комментарии, я могу тебя приютить, я могу тебя удочерить вообще. И пишут это 7-летние дети. Мы возьмём на тобой опеку. Приходи к нам в Солнце Фэмили. Да? Да. Кстати, твоя мама уже передала документы, поэтому ты теперь наша. Ну всё, да? Да. Ну хорошо, ура, за Солнце. Спать будешь здесь. Сейчас ты снимаешь ролики с мамой, у вас, в принципе, можно сказать, ой, немного семейный контент. Ну, раньше, да, прям был семейный контент, я только с мамой снимала, вот, потому что была достаточно маленькая, а сейчас редко у меня появляется с мамой достаточно видео, больше братьев, конечно. Потому что лайки не блокают уже, тебе исполнилось 15. Мне вообще-то не 15. Ну, исполнилось когда. Ну, когда-нибудь, да, исполнилось. А может, мне ещё не исполнилось. А мы не знаем. Это секрет. Смотрите подробности в телеграм-канале Солнце. Чё ты жарка? Да. Это потому что... Это потому что... Да-да-да-да. Ну что, Стеш, сейчас мы узнаем, как ты справишься со следующим челленджем без поддержки мамы, без её участия в роликах. Мы переходим к следующему заданию «Ты в тренде». Сейчас мы узнаем, как ты доедешь до дома без мамы. А сможешь ли ты пережить самостоятельную жизнь? А теперь челлендж «Год без мамы». А теперь челлендж «Оплати коммуналку» на госуслугу. Да, это сложно. Новый выпуск кулинарного шоу «На солнце». Всем привет! Мои кулинарные способности равны нулю. Ты ещё чужую кухню спалила. И нам выпадает мочи. А, выливает. Это очень вкусно. Ну, как сказать? Ребят, реально треш. Палим эту кухню вдвоём! Всё, готово? Давай начинаем. Стеш, мы переходим с тобой к следующему заданию. Вижу, да. Да, сейчас тебе за пять минут нужно будет придумать новый тренд под музыку, которую мы для тебя подобрали. Хорошо, давай, я готова. Я мастер. Тоже песня? Да. Чего? Что? Да, это вот трек. Как тебе? Долго писали. Понравилось? Да. Супер, спасибо. Так. Хорошо идёт уже. Реально? Да. Я подготовила для тебя несколько танцевальных связок, но получишь ты их только, если сможешь угадать блогеров или актёров быстрее меня. Давай, это легко. Нет, ты их создал искусственный интеллект. А. Да. Ну, всё равно я тебя выиграю. Ну, посмотрим. Давай, давай. Давай, посмотрим. Егор Крит. Чего это? Не может быть, он жарахал какого-то. Нет, вот это его причесочка. А, ну да, да, да. Причесочка. Вот эту очёсочку. Так, давай. Диппинс. Диппинс? Что? Это какой-то из Фионы, чувак. Ну чё? Откуда? Из Фионы, но из Шрека. Нет, они должны быть русские. То есть, как бы это должно быть кто-то... Да. Марьяна Локель. Ладно, ну считай, если ты первая, давай. Марьяна Локель. Правильно. Ну всё, блин, вот наши. Поздравляю, ты получаешь одну танцевальную связку от меня. Давай, показывай. Давай, а раз у нас такой крутой трек, я считаю, у нас должно быть крутое движение. Я же, давай. Я реально смотрю, вот такой. Раз, два, три, четыре. Вот так. И ради этого я старалась угадывать. Три универсальных движения. Давай. Вот это. Потом такие оп-оп-оп. Один круг делаем. Делаем один круг. Всё, супер. А дальше вот это вот крутое, да? Да, потом крутое твоё движение. Туда-сюда, туда-сюда. В конце вот такое вот сердечко. И бутылочка. Отлично, мне нравится. Всё. Давай попробуем. Анекдот. Второй сентября, начало первого урока. Дети у вас остались вопросы, и стеши ей отвечают. А когда каникулы? Всё. Было. Супер. Существует. Мы молодцы, ребята. Англии. Ну что, переходим к следующему заданию? Давай. Давай. Мы в танцах, ребята. Стеша, мы знаем, что ты сейчас на онлайн-обучении. Расскажи, пожалуйста, как ты училась в школе? Легко ли тебе даётся вообще обучение? Расскажи про сам процесс. Ну, во-первых, я училась и в обычной школе, и вот сейчас на онлайн. Ну, в обычной школе, конечно, для меня было сначала нормально, а потом я начала снимать видео, и как-то было неудобно уже там успевать всё. Вот. Плюс ещё общество не очень сильно это принимало. Ну, как ты снимаешь видео, а ты чё вообще, что ли? Вот. А сейчас на онлайн-обучении легко. Утром делаешь всё. Можешь вообще не делать. Делать там на выходных. Короче, когда у тебя нет времени, ты не делаешь. Когда у тебя есть время, делаешь. Вот. Это очень удобно. Мне кажется, для блогеров прям самое то. А с какого класса ты начала учиться в онлайн-обучении? С пятого класса. Вот. Перешла, и вообще жизнь стала лучше. А ты скрываешь свой возраст? Ну, я не скрываю, но просто я предпочитаю не говорить, потому что зачем. А то у меня и так все комментарии, сколько тебе лет. Я сначала снимаю видео, что мне 10 лет, потом снимаю, что я... Мне 5! Да, потом то, что у меня 4 года. Вот. Ну, на самом деле, просто кто знает, тот знает. Сейчас мы проверим, как хорошо ты учишься в своей онлайн-школе. Мы переходим к следующему заданию нейрофакты. Пожалуйста, не надо меня. Ну, возьми очки у нее. Реально. Помогу. Хочешь? Да, давай. Спасибо. Спасибо большое. Да, держи. О, вы все такие красивые. Подожди, подожди, у тебя что-то на брови. Подожди. Давай. Опа. Поправилась. О, спасибо большое. Итак, Стеша, твоя задача угадать 3 факта из истории и литературы по описаниям, которые мы подготовили на основании искусственного интеллекта. Спасибо. Давай. Челлендж будет считаться пройденным, если ты угадаешь как минимум 2 описания. Ладно. Давай начнем. Искусственный интеллект описал произведение русского писателя с помощью эмоджи. Произведение какого русского писателя описал искусственный интеллект? Ну, спит мужчина на диване. Кто постоянно лежал на диване? Лежа бока. Я не знаю. Не, я это не смогу, наверное, сказать. Не знаю, но кто постоянно лежит на диване. Еще это известное, прям известное произведение. Прям известное? Да. Пушкин написал? Нет, не Пушкин. Толстой. Он тоже достаточно известный, этот писатель. Ты вообще в курсе, что все три романа этого писателя начинаются на «Оп». Откуда я это могу знать? Опа. Ай, лигрейдик. Я не знаю. Оп. Это произведение обломов. Его написал Иван Александрович Гончаров. А, не, я не знаю. У тебя еще есть два вопроса, и у тебя есть шанс выиграть. Давай перейдем к следующему. Давай. Искусственный интеллект умеет генерировать не только тексты, но и изображения. Какое событие изобразил искусственный интеллект? Первый полет в космос? Да. Да? Это правильный ответ. Да? Ура! Ну, это легко. От следующего вопроса зависит, пройдешь ты этот раунд или нет. Хорошо. Потому что у тебя один правильный ответ и один неправильный. В следующем вопросе искусственный интеллект описал историческое событие современным сленгом. Я тебе зачитаю текст, а ты должна понять, какое историческое событие. Хорошо, давай. Так, бро. Вообще, в том периоде с 1725 по 1762 год произошел реальный движняк в России. Такая хардкорная фича, понимаешь? Там вообще Петр Третий зацепил власть. Правда, он не задержался долго на троне. Его потом схабали, и его место взяла Екатерина Вторая, которая начала реально минус-вайбить. Ну вот, такие мемы у нас были в 18 веке. Как ты думаешь, бро? Какая-то революция, невосстание, не гражданство, я не знаю. Переворот? Была одна власть, потом резко сменилась на другую власть, и это было в 18 веке. Власть, переворот, что? Нет, в чем жили тогда вот эти все правители? Дворцовый переворот. Да, это правильный ответ. Александра, мне не подсказывали. Я тебя поздравляю, ты прошла это задание, тебе вообще было сложно? Что из этого ты проходила вот именно в школе? В школе проходило все, кроме вот обломов, я этого не помню, в литературе, вот. Но как-то остальное, понятное дело, что... Ты молодец! История, и все, да. Я тебя поздравляю. Ну, я просто больше по другим предметам, поэтому... Да. Вообще, в этих нейрофактах я ненавижу этот современный сленг, я его не использую, и мне бы самой было сложно. Не, ну я знаю... Не, сленг я бы все поняла, потому что там все понятно, эти бро, вот эти вот... Главное знать события. Да, поэтому мы переходим к следующему заданию. Стеш, давай немножко с тобой по-девчачьи, по-сплетничьи. Расскажи, кто твои краши в русском интернете. Ну, во-первых, нет краши. Нет краши, есть только один краш, и все. Она врет. А мы знаем, кто краш нам показывали за кулисами. Смотрите подробности в нашем телеграм-канале. За кем ты следишь? Слежу просто там за разными блогерами, которые вот, мне кажется, ну просто вот на хайпе, кто появляется. Затем и слежу просто, чтобы быть в курсе событий. Просто за певцами, допустим, там, слушаю какую-то музыку и слежу. У тебя один твой главный краш на данный момент? На данный момент, вообще-то, на всю жизнь, вообще-то. Как это мило! Кольцо на пальчик, да! Стеш, я надеюсь, что мы уже совсем скоро узнаем имя твоего краша. Ну а пока мы переходим к следующему заданию. Прав или профан? А где? Наташа выходит замуж! Не знаю, она поймала букет. Это пластик. Это золото. Я свидетельница. Стеш, поделись, пожалуйста, своими планами на будущее. Ох, планы, планы. Ну цели такие, конечно, размытые, но есть там, допустим, собрать прям такой уже устоявшийся сольник в Москве. У меня был уже концерт, но хочется как-то прям, там, ну, первый опыт все-таки, хочется уже прям организация, все у нас сто процентов. Вот, хочется тур по городам уже готовиться в целом. И песни, конечно, новые записывать, буду развиваться как артист. Пользуясь случаем, пока все это фиксируют камеры, я хочу спросить, дашь ли ты нам вип-проходку на свой концерт в сольник в Москве? Конечно, дам. Конечно, дам. Мы же фиксировали. Да, фиксировали. А то вы решите. Прямо сейчас тебя ждет финальное задание. Держи лицо, Стеша! Хэштег нас не заставили. Стеша, это финал. И сейчас мы узнаем, ты действительно краш или вылетаешь из трендов? Надеюсь, я краш. Мы тоже. Мы не уверены. Она не уверена, я должна доказать. Да. Докажи мне! Давай! Что это настойно здесь стоять! Мы подготовили для тебя тему и образ, которых тебе необходимо будет придерживаться, читая текст суфлера. Но во время твоего чтения мы будем всячески тебя отвлекать. Ну а как ты узнаешь уже вопрос? во время прохождения самого задания. Хорошо, ну я примерно понимаю, как это? У меня как бы два брата, я как бы не мать сделана, извините. Твоя главная задача не отвлекаться и продолжать отыгрывать заданную роль. Если собьешься более двух раз, провалишь задание. Хорошо. Ну и единственный наш совет. Держи лицо! Буду. Саша, включайся, флера. О нет, все. Так, все. Я Тумбочка. И знаете, пока я здесь отвисаю, я задумалась. Ведь у меня было так много интересных моментов в жизни. Скажу вам. Мне, конечно, приятно, что меня используют как место для всех видов хлама. От исписанных ручек до упаковок от пиццы. Но иногда мне становится грустно. Я просто хотела быть той, где находятся только самые любимые и важные вещи, а не просто туда, где все бросают. Вероятно, среди нас есть некоторая несправедливость. Я не просто Тумбочка. Я ваша верная спутница и хранительница мелочи. Похоже, у меня есть какое-то магическое свойство. Я могу волшебным образом сделать так, чтобы ваши ключи, очки и фломастеры исчезли. Да, я умею хранить секреты, но, честное слово, я и правда не знаю, куда исчезают ваши вещи. И даже как будто бы у меня есть какое-то особое призвание быть мешающим элементом в вашем уютном жизненном пространстве. Мои углы постоянно становятся мишенями для ваших физичков и коленей. Да и ладно, не мне вас учить ходить осторожнее, но как же я мечтаю о дне, когда кто-то влетит в мою комнату с таким уровнем аккуратности, что я смогу быть просто полезной. А может, у меня есть специальная миссия быть преградой вашего стремления и движения к холодильнику. Надеюсь, вы все же обратите на меня внимание и увидите, что я не просто мебель, но и ваш друг, который всегда рядом. И даже тогда, когда один из беспроводных наушников падает на меня. Саша, ну у тебя второй выпуск не получился. Он опять не работает. Он просто упал на меня. Она тебя так шарахнула. Я так прошу, все, что я тебя поздравляю не прошу. Ура, 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 ура. Держи, это твой приз. И вот еще возьми. Ну все, ради этого сюда и приехали. Ну, пудельник мы оставляем себе. Я краш, ребят. Ты краш, Стеша краш. Да. Вот краш и дарят цветочки. Спасибо. О, как мне? Надевай. Все. А у меня будильник. Ставьте лайки. Подписывайтесь и пишите в комментариях, кого вы хотите видеть в следующем выпуске. И не забывайте про колокольчики. Это да. И вообще не забывайте переходить в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Всем пока-пока. Раз, два, три. Ура! Все, кольцо на пальчик. Да-да-да-да-да. Мне не нужны слова. Бла-бла-бла-бла-бла-бла.